Растительные сети Казахстана будут автоматизированы, оцифруют водоучет на 119 основных магистральных и межхозяйственных каналах. В этом году разработают проектно-сметную документацию по 23 каналам. По 9 каналам начнутся строительно-монтажные работы. Все это позволит держать под контролем водораспределение и учет воды, что особенно важно, учитывая засуху в областях и проблему с обеспечением. Схема простая. Фермер растет животных, животные дают продукты, которые покупают потребители. Но чтобы все это было, необходима вода. Главный источник и базовый резерв для всей отрасли. Регионы у нас разные, а проблема одна – обеспечение водой сельхозугодий и фермеров. Для этого нужно привести в порядок оросительные каналы, стабильная работа которых влияет на урожай. В этом поможет автоматизация, говорят специалисты, это порядок и контроль учет подачи воды и распределения. Перед автоматизацией мы должны техническое состояние наших каналов довести до необходимого уровня и конструировать гидропосты. В следующем году нам необходимо приступить уже к строительно-монтажным работам, а также подготовить ПСД по следующим каналам, согласно плану. По девяти каналам в этом году количество точек автоматизации, то есть датчиков, составит не менее 42 каналов. По следующему году не менее 107. К чему приводит полное отсутствие воды, мы уже видели засуха в регионах. Это головная боль для фермеров и крестьян. Из-за сильной засухи гибнет скот, пастбище почти голое, травы не осталось. И как следствие пугающей фотографии скота, в прошлом году в одной только Мангистауской области погибло 5000 животных. В мае количество погибших лошадей достигло 1100 голов. И вот что говорят фермеры. Трава не растет. Со стороны правительства помощи мало. Рулон сена стоит не меньше 1800 тенге. Отруби 2200-2400 тенге за мешок. Фермеры не могут себе это позволить. 3-4 года назад цены были в два раза меньше. Если так будет продолжаться, мы останемся ни с чем. В Атроуской области ремонта и срочного внимания требует семя растительных систем. По пяти из них ПСД разработали в прошлом году, но экспертиза еще не пройдена. Обсудить проблемы орошения автоматизации каналов собрались 45 компаний со всего Казахстана. На онлайн-брифинге Казбудхоз филиалы-подрядчики обсуждали главный вопрос, как обеспечить бесперебойную подачу воды и полностью контролировать систему, которая раскидана по разным уголкам. Опыт внедрения автоматизации уже есть. В прошлом году реализован проект в Туркестанской области. Стоил пилот 30 миллионов тенге, там автоматизированный учет воды в режиме 24 на 7. Там работают два сельскохорпоратива, которые объединяют в себе 32 с 8 фермеров. Площадь орошения более 36 тысяч гектаров. Это около 24 миллиона кубических воды. Большая часть растительных каналов в республике проходит в сельской местности вдоль аулов. Если всю систему автоматизировать и оцифровать, то будет полный порядок и учет. В этом уверены и специалисты Минэкологии Казбудхоз и другие. Фермеры ждут одного, чтобы вопрос с обеспечением воды решился. Если автоматизация принесет эффект и пользу, то это еще лучше. Самое главное, чтобы скорее был решен вопрос обеспечения скотиной водой и всем необходимым. Гульнар Умаров, Олег Писаренко, ТДК-42.